Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, все любящие чтение Слово Божие! Мы продолжаем с вами исследование книги «Исход» на интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня словом я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Волоперенской, Сретенской семинарии Российского православного университета. И мы с вами читаем 23 главу, сказано «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Видим, что Бог здесь дает народу израильскому, в теократическому государству все законы, как ему относиться к ближнему, как ему относиться к человеку, отступившему от Бога, к вражаю, к гадателю, как мы рассматривали это в прошлой нашей с вами встрече. Теперь мы видим, что сказано «Не внимай пустому слуху». О чем здесь речь? Не внимай, что значит пустому слуху? То есть сплетнем, осуждением, то, что не приводит человека, в общем-то, к стяжанию Святого Духа. Не давай руки твоей нечестивому. Что это означает? То есть это то, о чем, в общем-то, говорится в первом псалме Давида. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых и не стоит на пути развратителей. То есть не давай руки нечестивому, не будь вместе с ними в союзе из-за какой-то выгоды, если ты видишь обман. Чтобы быть свидетелем неправды. То есть действительно, чтобы стать лжесвидетельством, предостерегаясь этого и не нарушить заповедь, не лжесвидетельствуй. Далее, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Очень важное такое замечание Закона Божия, что не следуй за большинством на зло. Мы помним, что когда Господь Иисус Христос был выведен на понте Пилатом на судилище, то большинство народа кричало «распни его, распни его». И мы видим, что здесь вот этот охлос, как там сказано, толпа, она была неправа. Поэтому не всегда большинство, если оно что-то решает, и по принципу «если это большинство решило, значит это хорошо», не всегда это есть так на самом деле. Об этом нас предупреждает и, если это действительно решение, толкает людей на зло. Об этом нас предупреждает и закон Божий, об этом нас предупреждает и история, связанная с жизнью и смертью, крестной смертью Иисуса Христа. И далее, третий стих говорит о том, не и бедному не потворствуя в тяжбе его. Очень важное замечание, кстати, сказано, что и бедному не потворствуя. И только что мы в 22 главе на прошлой беседе читали, что сказано, что если бедного не притесняй, если он его зовет, то я услышу и накажу тебя. А здесь вдруг говорится, что бедному не потворствуя. О чем идет речь? В том, что если судятся богатые и бедные, и если судья видит, что бедный, несмотря на то, что он беден, и он проявил к нему какую-то жалость именно по этому социальному его положению и сделал ему какую-то скидку из-за этого по преступлению, то он, судья, делает это против воли Божией. Перед законами, есть такое правило и респреденции, в общем-то все законы, они взяты отсюда, в той или иной мере. Перед законом все равны, богатый ты или бедный, так требует справедливость Божия. И поэтому сказано, что и бедному не потворствуй. И Анна Златоуст пишет следующее по этому поводу. Цитата. «Сказано бедному не потворствуй, в тяжбе его что это значит? Значит, будь тверд и несгибаем, если и нищий согрешит. Если же не должно потворствовать нищему, то тем более богатому. Это говорю я не только судьям, но и всем людям, чтобы они нигде не нарушали справедливости, но везде свято соблюдали ее». Конец цитаты. И мы читаем с вами далее четвертый стих. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приеди его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшего под ношу своей, то не оставляй его, развьюч вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного, то есть опять повторяется, бедного твоего. «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного». То, что касается здесь о том, что если человек видит, что даже животное врага его мучается, то необходимо оказать помощь. А еще если вернуться опять же к этому вопросу, что не потворствуй бедному, не потворствуй в тяжбе его, или как об этом говорит шестой стих «не суди превратно тяжбы бедного», то надо вспомнить опять наше историческое прошлое, когда к одному поэту, помню, как обращались в одном фильме, что «какого вы происхождения?» Он говорит «крестьянского». А ему говорили «лучше бы рабочий крестьянского». Действительно, когда был такой вот перекос, и людей оправдывали и поднимали на высоту лишь только за то, что он был ничем, а теперь он станет всем, это привело к такому ложному патриотизму и, в общем-то, к краху целой такой вот системы, на которой многие так надеялись и уповали, которую весь народ хотел, как мы уже говорили, привести строем к светлому будущему, к мнимому, причем светлому будущему. В этом смысле это очень важно, такое указание, чтобы не было здесь такого перекоса в управлении людьми, обществом в целом. Дальше в 7 стихе говорит «удаляйся от неправды и не умершляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Даров не принимай. Очень важное указание в 8 стихе. «Ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Что это за дары? Ну, это, в общем, прямое указание на взятки. То есть, когда это указание дается судьям. Действительно, говорят, что дары, то есть взятки, они ослепляют даже зрячих. То есть, даже людей, в общем-то, видящих и право справедливо, якобы судящих, и превращают, как сказано, дело правых. Вот это вот такое предостережение судьям, которое дает Господь, чтобы им не быть слепцами. «Пришельцы не обижай», — говорит 10 стих. «Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Это на протяжении Священного Писания неоднократно будет повторяться, чтобы человек, вот это надмение, которое, снова повторю, есть у нас часто встречается, что вот мы уже православные, а эти какие-то вот пришли. Нужно помнить слова. Первые будут последними, а последними первыми. Господь обличал фарисеев и говорил, вы только снаружи кажетесь красивыми, а внутри мёртвыми. Всякое вот осуждение, зависть, какое-то пренебрежение к людям, такое ханженство христианское, оно только губит самого человека-христианина. Поэтому снова-снова призываю, что не будем наблюдать за грехами других. То у преподобного поисца Святогорца есть такие удивительные слова. Он говорит, когда ты перестанешь искоренять, замечать и искоренять свои недостатки, то дьявол найдёт тебе работу, ты будешь замечать их в других. Действительно так вот, будем лучше работать над собой. Как сказано, если кто хочет наблюдать, наблюдай за собой. Шесть лет, далее десятый стих, говорит, засевай землю и собирай произведение её, а седьмой оставляй её в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, и остатками после них питались звери. То, что это как бы заповедь повторяется, более уточняется, что на шестое как, что не всё обязательно собирать, а ещё и плюс должен год быть таким, чтобы земля оставалась в покое. И всё, что, знаете, вот как говорят, падлица. То есть те семена, которые там произрастили, если видели когда-нибудь поле, которое остаётся под пары, так называемое, то есть чтобы она отдохнула земля, то от неё потом там много растёт чего, и гречка, гречиха, если на ней сажали, и там колосья пшеницы, возможно, ржи, ещё какая-то там злаковая культура. Поэтому это оставлялось для того, что и бедные могли там спокойности собирать, и могли для своего скота, если мало, какие-то имущие, пожать. Очень такая была мудрая не только политика в отношении бедных, но и аграрная политика, чего, к сожалению, к большому сожалению, когда мы едем, например, у меня отец живёт в Воронежской области, и едешь, смотришь, столько заброшенных полей, и уже не то, что один год, а несколько лет. И в этом смысле такая немудрая политика, либо наоборот, когда сажают одну и ту же культуру, например, сажает человек подсолнечник, и уже много лет земля уже истощила, что он уже не знает, что туда, какие химикаты добавить. Поэтому Господь здесь предупреждает, мы видим, что в теократическом государстве это было всё достаточно урегулировано, что человек должен был сажать 6 лет, а в 7-й год, 6 лет он должен был сажать, засеивать, а в 7-й год земля должна отдыхать. Также сказано и о скоте, также сказано и о работниках, что раб вообще отпускался на 7-й год, если он хотел, он должен был на 7-й год отдыхать, а в 50-й юбилейный год он отпускался, как мы помним, он мог вообще покинуть своего хозяина. Всё достаточно убого, мудро, отрегулировано, и поэтому стоит нам, я думаю, что в нашей такой вот жизни, в своей жизни, в семейной, в общественной жизни всё-таки прибегать к законам Божьим и как-то, как некий такой, скажем, образец, регулировать и смотреть, а всё ли в порядке в нашем обществе. Далее сказано, 6 дней делай дела твои, в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой, вот о чём я говорил, и осёл твой, и успокоился сын рабы твоей, и пришелец, то есть все люди должны иметь, как мы видим с вами сейчас у нас, например, вот есть 6 дней, когда человек работает, а день 7-й, Господу Богу твоему, человек должен иметь какое-то вдохновение. Я помню, что в советское время, я так не очень помню, мне рассказывали, я ещё был маленький, когда пытались сделать и 10-ти дневку, и как-то неделю изменить, но никак это не получается, почему так? Ну потому что Господь за 6 дней сотворил этот мир, а день 7-й почил. То есть сама неделя, в которой мы с вами живём, она нам указывает на Бога, как Творца Вселенной, и всё, что люди не пытались делать, только было всегда заканчивалось хуже для них самих, как-то изменять эти порядки. Далее мы видим, что в 23 главе 10-й и 19-й стих говорится о субботнем дне и о праздничных днях, как мы уже начали с вами читать. И вот на что ещё стоило бы, конечно, обратить внимание, сказано в 18-м стихе «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и туг от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего». То есть что значит «не изливай крови жертвы на квасное»? То есть всё квасное в Ветхом Завете всегда была некая нечистота, и поэтому нельзя было смешивать чистое и нечистое. И вот последний стих, как раз 19-й стих, он говорит «Не вари козлёнка в молоке матери его». Что означают эти слова? Ну, во-первых, они предостерегают народ израильский от идолопоклонства, потому как, повторю, что в жертвоприношениях, а народ израильский жил среди языческих народов, Хитеев, Амареев, Ферезеев, все они были идолопоклонниками. И у них был даже целый такой обряд, как говорят некоторые исследователи, что они варили козлёнка в молоке матери и приносились потом это идолам и сами ели. Но вот святитель Климент Александрийский по этому поводу пишет следующее. Он говорит «Не вари козлёнка в молоке матери его, то есть не смешивая жизнь и смерть». О чём речь? Цитата. «Да не станет пища живого существа приправой к убитому животному, да не станет источник жизни помощником в разрушении тела». Конец цитаты. О чём речь? Что такое молоко? Молоко – то, что питает и вскармливает младенца. Если это даёт жизнь, то есть кормит человека, нельзя варить в том, что кормит человека. Ну, как бы такими словами. Вот так видит в этих словах такой смысл святитель Климент Александрийский. Он говорит «Да не станет пища живого существа приправой к убитому животному, да не станет источник жизни помощником в разрушении тела». Конец цитаты. И мы читаем далее. 20 стих. «Вот я посылаю перед тобой ангела моего хранить тебя на пути, вести тебя в то место, которое я приготовил тебе». Бог посылает помощь на пути в землю обетованную, говорит ангела моего. Под ангелом здесь имеется в виду Иисус Новин. Об этом свидетельствуют несколько отцов и учителей церкви, и Тертулиан, и Блаженный Августин, и Анзлатоуст. Вот, например, учитель церкви Тертулиан так и пишет. Цитата. «Вести народ в землю обетованную должен был не Осия, а Иисус. Ангелом же он назвал его из-за величия деяний, которые тот должен был совершить». А какие деяния совершил Иисус Новин? Вы и сами читаете. «И из-за служения пророка, то есть возвещавшего божественную волю». Так и предтечу Христа, Иоанна, Крестителя. «Будущим ангелом называют Дух Святой, говорит через пророка от лица Отца, Бога Отца». Книга Малахия 3.1. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, то есть Христовым, который уготовил путь твой пред тобою». То есть как в Новом Завете ангелом называется Иоанн Претеча, так и здесь Иисус Новин называется ангелом Божиим. И мы читаем далее. «Блюди себя пред лицом» – его 21 стих, «пред лицом Господа, и слушайся, согласай его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». То есть имя Божие было как бы на Иисусе Новине, но здесь есть и пророчество о Христе, что блаженный Августин говорит, что имя мое в нем – это именно указание на Христа, посредством которого, его смерть и воскресение, по вере в Него, мы все входим в жизнь вечную, в землю обетованную Царствие Небесное. Вот блаженный Августин пишет по этому поводу так, цитата. «Что же это? Пусть исследуют эти писания уже не манихеи, но сам Иудей, и пусть увидят, что сказал ли Бог о каком-либо ангеле имя моем в нем» – исход 23.21. «Кроме того, как о том, кого он обещает в качестве провожатого в землю обетованную. Затем пусть поищет среди людей, какой последователь Моисея отведет народ и найдет Иисуса, названного так не с самого начала, но после смены имени. Ведь тот, кто сказал имя мое в Иисусе, сам есть истинный Иисус, правитель и предводитель народа в наследство вечной жизни согласно Новому Завету, чьим прообразом был Ветхий Завет. «Итак, ничто не может быть сделано или сказано более пророческого, чем то, что сказано». Конец цитата. Мы видим, что блаженный Августин здесь обращается к народу израильскому. Тот, о котором сказано, пришел к своему, своего не приняли. О ком он говорит, где еще сказано? Говорит, это пророчество о кресте, что имя его в нем, не на нем, не просто дано ему, а именно в нем. И потому, как во Христе, второй ипостаси Святой Троицы, апостол Павел в послании к евреям, именно к евреям так и скажет. Он, будучи образ ипостаси его. И мы читаем с вами далее. Сказано, что в 26 стихе «не будет преждевременно рождающий бесплодных земле твоей». То есть, дальше Бог посылает свои обещания и обетования и говорит, что «если будете исполнять заповеди мои и ходить по законам моим, то Господь приумножит вас и дается обещание, что из рода в род не будет преждевременно рождающих, то есть не будет сильных людей и не будет бесплодных». Это было очень важно для народа израильского, потому что считалось, человек, если или народ, или человек, если не имеет потомства, то, в общем-то, такой человек обречен на погибель, что на самом деле так и есть. Итак, мы видим, что 23 глава нам далее регулирует нравственные, уже не только юридические, но уже и в некой мере нравственные законы, которые важны, как я уже говорил, для наших семейных отношений и для того, чтобы мы могли руководствоваться Словом Божьим, которое неизменно, в отличие от Конституции, например, где что-то переписывается, часто подстраивается. Но думаю, что мудрому человеку и мудрым людям всегда будет полезно, особенно те, кто стоят в законодательной власти, сверять свои законы, насколько они далеко ушли от Божественного Откровения, что будет на пользу как человеку, так и обществу в целом. Словом Божественного Откровения Корректор А.Кулакова Словом Божественного Откровения